За короткое северное лето муниципальное предприятие объединенных котельных и тепловых сетей должно полностью подготовить объекты инфраструктуры к прохождению очередного осенне-зимнего периода. Елизавета Кабанова продолжит. В этом году подготовку к осенне-зимнему периоду в Наринмаре начали еще в мае. Погода этому благоприятствовала, несмотря на то, что отопительный сезон официально был завершен только 15 июня. Кстати, за последние пять лет в текущем году было самое раннее отключение отопления. Для сравнения, в 2020 году отопительный сезон завершился лишь 6 июля. Подготовка идет в плановом режиме. Все мероприятия, которые намечены были, они выполняются. Периодически, вы, наверное, видели, мы опубликуем объявления об отключениях. Это, естественно, все идет подготовка к осенне-зимнему периоду. Ремонтируются трассы, ремонтируется оборудование на котельных. Буквально на днях не было горячего водоснабжения в центре города, поскольку в котельной номер один менялось газовое оборудование, которое обслуживает центральный микрорайон. Закончился также ремонт теплотрассы на улице Октябрьская и Студенческая. Планируется приобрести котлы для 14-й и 15-й котельных. Как отмечает Наталья Бетхер, некоторые работы проводят и в зимний период. Но основная часть, например, проверка приборов учёта, всё же проходит летом. В летний период отопление отключено. Мы как раз-таки пользуемся моментом и в это время проводим профилактические ремонты. По поводу отключения горячей воды, ну, естественно, если котельная не подаёт тепло, значит, у неё нагрузка меньше и удобнее в летний период готовить все объекты к зиме. Поэтому отключение вот именно в летний период происходит. Если не проводить такого ряда мероприятий летом, то зима может дать знать о себе коммунальными авариями. Работы во подготовке на Ринмар к новому отопительному сезону продолжаются. Оперативную информацию по объектам можно найти на официальном сайте по КТС в разделе новости. Елизавета Кабанова, Атон Фудряков, Телеканал «Север».